Привет, друзья! Прошлый ролик очень интересный был. Практически два часа мы разговаривали. Николай Сорокин создал такой вот... Ну, короче говоря, посмотрите, кто не видел прошлый ролик, встреча с дагестанцами. И сколько, оказывается, хороших людей. Оказывается, мы друг друга просто не знаем, потому что нас всё время разъединяют. А ещё знаете почему? Потому что мы некоторые слова понимаем по-своему, а на самом деле, получается, монологи сплошные. И поэтому у каждого он говорит то, что у него болит, то, что ему важно, то, что ему нравится, он хочет донести до людей. А у другого, например, в это время совсем другое интересует. И поэтому вот сейчас мы занимаемся тем, как создать на нашей... на генераторе образа будущего, как создать нам вот такой общечеловеческий язык, где термины были бы определены по ключевым своим корням, так правильно, как это может сделать, например, наш друг, психолингвист Роман Газен, сделать такой вебинар специальный, вебинар, на котором мы научились понимать, что же означает слово. Я вам сейчас перечислю слова, очень важные слова для взаимопонимания, которые во всём интернете существуют, но понимаются по-разному. А надо всё-таки понимать, как в науке понятия определены, чтобы мы понимали друг друга, вот чтобы не было расчеловечивания, потому что только вместе мы сила. Вот я вам перечислю эти слова. Например, будущее, потом сострадание, сосредоточение, совесть, счастье, сознание. Да, видите, какие интересные слова, да? Ну, я Романа Газенко, своего друга, великого друга моего, попросил, чтобы он на этом вебинаре поучаствовал. И знаете как? Он сказал, с удовольствием я поучаствую. Но очень хотелось бы, чтобы вы вот эти слова, вот эти вот, которые я сейчас продиктовал, которые имеют важнейшее значение для правильного понимания, и которые нам поможет Роман Газенко на этом вебинаре раскрыть, потому что он как специалист психолингвист и журналист, и сделал много документальных фильмов и так далее, и так далее, и так далее. Много достижений, практических результатов в жизни человека. Поможет нам, чтобы мы были более объединены, чтобы мы понимали друг друга, чтобы наши встречи в интернете где-либо были не сплошные монологии, а были диалоги, и они были синергетические, то есть чтобы они давали новое качество понимания жизни, чтобы мы наконец переломили вот это безобразие и стали более эффективными в деле собственного самочувствия, в деле собственного понимания и взаимопонимания. Вот же что важно, потому что только вместе мы сила. Кстати говоря, я вам хочу сейчас сказать очень важную вещь. Подождите, подождите секундочку. Я вам прочитаю. Валерий Орляк. Интересный познавательный ролик он мне написал. Применяю ключ при выполнении комплексов тайцзы. Вернее сказать, теперь мне не нужны комплексы, и я ни за кем не повторяю движения, так как через ключ понял смысл медленных движений тайцзы. Я понял, что форма движения играет очень маленькую физкультурную роль, а оздоровление происходит через работу с ощущениями, через связь мысль, образ движения. И в йоге я применил знания ключа, только там не двигательные доминанты, а статичные. Эффект происходит значительно быстрее. Спасибо за вашу работу и знания. Вот видите, как интересно. Люди теперь проникают, что же такое ключ, понимают, что такое цигун, что такое тайцзы, что такое йога, понимают и быстрее достигают там результатов. И это делается для них более приятным, простым и доступным. Вот что важно. Поэтому, поскольку у нас есть ещё и сознание, поэтому очень важно, что ожидаемый нами всеми вебинар, который мы сделаем, там будет Роман Газенко, я его пригласил, и он согласился нам помочь, чтобы на Земле у нас было больше, лучшего для нашего разумного поведения, для нашего здоровья, для сокращения войн и кризисов и потребностей в лекарствах. И чтобы мы были более вдохновляемыми идеями и генерировали эти идеи, и улучшали наше будущее, и помогали себе, своим ближним, своему роду, своему отечеству заслужить бы в отчество, отечество своё. До встречи, друзья!